Это Ярий Кастин, снова выпрыгивающий человек. И сейчас поговорим о том, куда, что втыкать и для чего. Вы видите, тут большое количество всяких входов, какие-то штуки, дрюки, все очень просто, все очень легко. Итак, поехали. Тут на самом деле все подписано. Каждый канал выделен в такой блок, в такой квадратик. И тут вверху нарисовано один, второй, третий, четвертый канал. То есть, это вход, входа для каждого канала. Вот, правый, левый. И тут даже подписано, допустим, это для CD. Но тот же вход для CD, его можно использовать как обыкновенный линейный вход. И рядом написано Line. Тоже можно использовать как обыкновенный линейный вход. Здесь. Потом второй канал. На втором канале можно подключить CD и можно подключить Fono. Fono это виниловый проигрыватель сюда входит. Вот, вот, вот и вот. Третий канал тоже линия, линейный вход. Линейный вход сюда можно CD, iPod, iPhone, все, 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 все. Плеер свой подключить сюда. Fono только виниловый проигрыватель. И четвертый канал тоже Fono виниловый проигрыватель. И линия Line написано, можно подсоединить, допустим, ну, все, что, все, что любой линейный проигрыватель. CD проигрыватель, MP3 проигрыватель, iPod, все такое прочее. Вот. И вот эти входа. Теперь, здесь можно также подключить это все через цифровые вот эти входы. Ну, их редко используют, но я редко, когда видел, чтобы их использовать. Может, потому что в клубах редко, когда заглядываю под эту штуку. Вот, дальше. Вот эти вот такие крутилки. Для чего? Это для заземления. С каждой вертушки идет такой, кроме вот этих вот тюльпанов, идет такой провод непонятный. Вот. Этот провод, это заземление. Его нужно вот сюда зацепить и вот так вот прижать. Если этого не сделать, то на колонках будет такой, такой фон, как бы звучать, такой бас, звук неприятный. Поэтому заземляйте это в свои вертушки. Дальше. Вот это, вот это отдельно идет мастер. Это выход из пульта. Здесь идет мастер-выход, здесь написано REC, то есть можно его использовать для записи своего микса, а можно просто еще на какие-то колонки вывести. В общем, это два параллельных выхода, здесь выход и здесь выход. Вот это XLR-шный выход тоже на мастер, то есть это тюльпановый, а это XLR, ну такие, знаете, видели, такие с тремя штуками или с тремя дырками. Вот, теперь это для сетевого кабеля, для электричества, кнопка включения, все просто. Дальше это для выхода для мониторов, то есть та акустика, через которую вы контролируете сведение. Вот, теперь входы для посыла и возврата, ну это для внешнего эффектора, вот, тоже такое себе, ну, как бы, некоторые там, допустим, забелы этими внешними эффекторами активно пользуются. Вот это подключается через эти входа. Теперь, это вот эти цифровые входы, которые я вам говорил на каждый канал, на каждый канал вот они идут. Тут такая вот маленькая дырочка, похожая на вход для наушников в плеере. В нее втыкается провод и вот этот фейдер-старт, про который я рассказывал в предыдущем сюжете, когда дергаешь фейдер и вместе с фейдером запускается проигрыватель. Ну, такая редко используемая функция, но с ней можно сделать какие-то свои приколы. Вот тут маленькие переключатели, цифровой вход или обыкновенный линейный вход. Вот, опять-таки, в зависимости от подключения. Ну, и, в принципе, все, все вслухло. Ну, и цифровой выход тоже можно, выход не использовать, не такой, тюльпанный или экселера, а цифровой. Вот, и, 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 все. Ну, как бы, это MIDI-out. Вот это я вообще не знаю для чего. Честно, такая себе штука. Я не разбирался, я никогда не пользовался. Но MIDI-out, я так понимаю, что можно какие-то MIDI-сигналы посылать на какие-то... Ну, то есть, ну, можно посылать через это MIDI-сигналы на, допустим, контролировать, наверное, какие-то процессы, как MIDI-контроллером. Но, блин, не проверял. Поэтому, это моя догадка, и, ну, так не относитесь, как к догадке. Вот, то есть, редко когда я видел, что кто-то этим пользуется. Ну, это все. То есть, ничего сложного здесь нет. Я сейчас поверну точно так же CDGA 2000, чтобы вы посмотрели, какие выходы есть у него, как его подключать. Итак, выходы из проигрывателя CDGA 2000. Ну, обыкновенный тюльпановый выход. Потом вот этот выход для фейдер старт, для провода для фейдер старт. Цифровой выход. USB-выход. И для сетевого, для вот этого LAN-провода выход. Ну, через который, через который подключено. Где этот провод? Где этот провод? Где этот провод? Вот этот провод. Вот он. Вот через этот провод два или три до четырех проигрывателей соединяются между собой. И чтобы играть с этих четырех проигрывателями, вам достаточно одной флешки. Вы просто из-за того, что они подключены, можете только сунуть в одну флешку, в один проигрыватель флешку. И с этой флешки играть четырьмя проигрывателями. Очень удобно, кстати. Ну и все. Все просто как калькулятор, как я и говорил. Вот здесь выход для провода сетевого. Через который подается электричество. Ну и все. Вот и вся, как бы, петрушка. Вот вам, как бы, тот оборудование, которое стоит в клубе.